Господа, всем привет! В этом видео мы с вами разберемся с педалями SimNet. Друзья, если вы хотите приобрести девайсы от SimMagic и не только, обращайтесь в SimUGear, официальный поставщик техники SimMagic. Здесь вы можете найти различные базы, рули, кокпиты, ручники, батонбоксы, аксессуары и многое другое. Так как SimUGear это официальный поставщик, то все товары продаются с гарантией, вы можете быть уверены в своих покупках. Ссылочка на магазин будет в описании. Приезжаю я как-то к Тамерлану, он меня позвал, говорит, приехали новые педали, приезжай, посмотри, бери на обзор. Я приехал, он показывает мне две коробки. Соответственно, в первой коробке все педали лежали с контроллером, пакетиками, шнурами, во второй коробке под пятник и пластина. Первый раз вижу такие педали, с виду они напоминают повзрослевшие педали SimJack, по конструкции, по нагрузочной линии педали тормоза. Итак, давайте с ними познакомимся. В комплекте контроллер, дополнительные эластомеры на педаль тормоза, два пакетика с крепежом, один шелк-педалем, другой в коробке с подпятником и пластиной, шнур USB-A, USB-B и проводочек заземления. Контроллер заземляет либо на педали, либо на кокпит. Пока не разбирался, посмотрим, как это работает. Это что касается комплекта, тут ничего нового. С контроллером потом познакомимся, это я все откладываю. Теперь по педалькам, господа. Я их тут так подсобрал немножко. Давайте начнем с педали газа. Итак, педаль газа, можно сказать, стандартная конструкция, крепеж, за счет которого педаль можно регулировать чуть-чуть на себя, чуть-чуть от себя. Нагрузочная линия с пружиной, небольшое плечо. Здесь можно настраивать преднатяг. Добавили демпер, как на педалях Hussing Wild. По-моему, я там такое видел. Демперы я не люблю, я, скорее всего, его сниму. Мне вязкая педаль не нужна, именно вязкость он добавляет, тем более он здесь нерегулируемый. Датчик у нас спрятан вот здесь вот, внутри педали. Это датчик Load Cell. К сожалению, на нем не указано, сколько там килограмм, но, скорее всего, 5. Обычно вот в такие места ставят 5-килограммовые датчики. Тут вот на него давит отдельная маленькая пружинка, то есть нагрузочная линия на датчик не давит, на датчик отдельная маленькая пружинка давит. И тем самым регулируется вот этот travel педаль. Педаль сейчас довольно хорошо, плавно работает. Слышится вот этот демпфер, который добавляет вот этой вязкости. Педаль медленная вот с ним, то есть поэтому мне это все не нравится. Очень хорошо покрашено порошком, каких-то дефектов не вижу. Что касается обработки, довольно острые края. По всей педали ладно, но вот эта вот пластина, на которую мы давим, у нее края тоже острые. Поэтому для тех, кто катает босиком, ну точнее в носках, как я, возможен дискомфорт. Вот этот момент как раз буду особенно проверять, он меня интересует. Накладку можно вот эту двигать выше, ниже, на одно положение. За ограничение хода педали здесь отвечает вот этот вот ограничитель. Он общий и на нажатие педали, вот он останавливает педаль, вот это вот ребро. И на отпускание педали. Педаль останавливается такими крючками, вы их не увидите. По форме вот этих стоек там сделаны крючки, которые с обратной стороны цепляются за этот ограничитель. И, собственно, педаль останавливается. Сильно с ходом педали здесь не поиграешься, его можно уменьшить. Если вы хотите толкнуть вот этот ограничитель в эту сторону, педаль будет вот где-то в этот момент останавливаться. То есть вот несколько сантиметров хода мы выиграем, но на отпускание педали, то есть вот это её единственное положение. Вот эти вот крючки сделаны так, что положение вот этого вот ограничителя не влияет на то, до какого момента педаль как бы отпускается. То есть сделать так, чтобы вот вы нажали, и она в этот момент остановилась нельзя. этот момент делается только положение начальной педали вот в этом месте регулируется за счет наклона вот в этом креплении то есть можно ее чуть-чуть от себя сделать и чуть-чуть на себя из датчика у каждой педали выходит вот такой короткий шнур на конце коннектор какой педали fanatec rg6 или как он называется в общем небольшой такой коннектор телефонный но в отличие от педали simjack которые у меня были здесь изоляция вот эта черная тоже обжата в разъем у simjack of были обжаты только сами провода 4 штуки а изоляция была обрезана достаточно далеко от самого коннектора и когда я тестировал педали simjack у меня были проблемы как раз в этих местах потому что провода просто перетирались они там тонкие здесь изоляция их держит педаль сцепления господа здесь я думаю мы особо останавливаться не будем потому что она чуть ли не один в один как педаль газа просто здесь добавлены вот такие вот направляющие и здоровенное плечо чтобы сделать такую имитацию провала педали но насколько я понимаю вот я сейчас так скажем по прожимала рукой и этот провал не чувствую посмотрим что будет когда буду ногой нажимать в остальном все то же самое та же накладка такой же датчик такие же регулировки положения тот же самый ограничитель все один в один пружина здесь по сравнению с педалью газа она помассивнее помощнее это все отличия между педалью сцепления и педалью газа и теперь самая интересная педаль тормоза и так педаль тормоза массивнее здесь большой датчик килограмм на стол насколько я знаю опять же маркировок никаких нет он стоит точно так же как стоял на педалях simjack которые у меня были только датчик по длине по моему поменьше и если раскрутить нагрузочную линию он не болтается всем джеках болтался сильно нагрузочная линия под углом упирается прямо в датчик то есть мы давим уже в него непосредственно в отличие от педали газа и тормоза здесь у нас три больших эластомера пружина такая гибридная нагрузочная линия такой не очень люблю мне такой не нравится потому что пружина как правило очень мягкая вот эти эластомеры очень жесткие и между ними очень резкий переход то есть ты начинаешь давить давишь плавно потом пружина как бы заканчивается потому что тут пружина еще и с проставкой пластиковый то есть пружину мы полностью прожать не можем там все упирается в проставку и начинают работать эластомеры то есть это жуткий такой переход прям тык будет чувствоваться ногой поэтому либо проставки убирать смотреть как это работает либо вообще всю вот эту часть пружины убирать и оставлять только вот эти эластомеры плюс есть в комплекте еще вот такие синие эластомеры они мягче или тверже мне сейчас сложно сказать но они дубовые вот вот я пытаюсь их смять они просто дубовые поэтому это уже потом буду проверять слушая черные то помягче будут если давить вот так ногтем черные помягче будут при причем в этих эластомерах еще гильзы какие-то эти самые металлические втулки металлические видимо чтобы по штуку легче скользила это все дело не заедала и не скрипела как мне скрипели сим-джеки на тесте не знаю как в этих эластомерах но если буду снимать потом все это подсниму вам опять же они сюда вот этот демпер повесили который я обязательно сниму потому что хочу более отзывчивую педаль тормоза точнее максимально отзывчивую педаль тормоза которую здесь можно получить в остальном опять же сборка хорошая у меня каких-то претензий вот к чему докопаться вообще нету то есть из тех педалей китайских которые я видел до камус сим-джек по моему больше я никаких не видел вот эти сибнет из того что я вот сейчас вижу лучше всех сделаны приятнее всех сделаны закончение всех сделаны добротнее всех сделаны в общем вот смотришь на них и как-то доверия к ним больше чем ко всему остальному но опять же ценник тут на уровне алин за другой как мне тамерлан сказал посмотрим давайте теперь посмотрим на блок управления этим всем делом вот он такая железная коробочка на нем написано simnet чуть-чуть болтается плата но я думаю проблем у нас с этим не будет здесь у нас юсбб для подключения к компьютеру заземление сюда вкручивается винтик протягивается красный проводок видимо до педали ближайшие либо до копитов скорее всего до педали видимо они так сделали потому что педали могут наводками страдать сим-джеки насколько я знаю иногда страдают наводками поэтому я думаю они перестраховались сюда подключается также rgb лента здесь есть разъем питание 24 вольта подключение сторонних устройств есть возможно simnet когда-то будет делать ручники или секвентал и можно будет в этот блок воткнуть тут написано third party то есть какое-то стороннее устройство и на обратной стороне у нас три разъема под педали клатч брейк и троттл а также три разъема питания и написано тут хептик motor one хептик motor 2 и хептик motor 3 да 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 друзья эти педали поддерживают моторы здесь свой софт опять же мы на этот софт посмотрим это не free joy как мне сказали так что будет интересно как это все работает и я надеюсь на этих педалях наводок никаких не будет от юшки и так пришло время аксессуаров у меня есть четыре коробочки давайте в какой начнем давайте вот с белой начнем здесь у нас блок питания simnet выход 24 вольта 3 ампера но это для моторчиков и подсветки скорее всего чтобы это все работало как вот простите блок питания далее давайте вот эту коробку возьмем simnet hpm р хептик педал рамбл motor мотор по типу как на педали все magic хептик то есть не раскручивающиеся а грузик который бьет туда-сюда с одного конца на другой по действиям магнитного поля цепляется он как он цепляется то блин вот так как то посмотрел картинку там моторы вообще по-другому выглядит то есть вот этот мотор в моем понимании можно вот вертикально поставить а нужно чтобы он стоял нужно чтобы он стоял горизонтально вот так чтобы удары были вам в ногу шли а как его поставить горизонтально я пока не понимаю короче будем с этим разбираться с этой стороны может он как-то встанет хотя они не встанет да короче вот эта штука для того чтобы он стоял вертикально хотя хотя ну вот там грузик именно вот продольно так скажем болтается они они вращаются может куда-то в другое место он должен в другое место вообще не вариант непонятно буду потом узнавать как это как это на деле но пока что-то выглядит максимально странно не соображу как он должен вставиться а ну да вот я смотрю на картинку вот видите галочкой отмечен мотор который у меня а рядом с ним нарисован тот как раз который на картинках и ставится правильно поэтому я в замешательстве куда мне вот этот моторчик девать который у меня именно и так он должен вставать я что-то пока не понимаю переходим ко второму мотору это мотор вот такого вращающегося типа как на педалях fanatec v3 круглый сейчас я вам его покажу но на вид он конечно больше чем на педалях fanatec тоже провод все это подключается в блок управления и ставится он вот так вот здесь вот понятно как все должно ставить ну и будет отрабатывать какой-нибудь трекшн-контроль в cc или в тех играх где он доступен в ире на педали газа мотор работать не будет да я вам показываю например педали тормоза но они там все одинаковые эти педали вот сюда вот поставится и будут работать или не будет смотря во что играете ну и помните я говорил про светодиодную подсветку собственно вот она вот так выглядит можно куда-нибудь наклеить кстати можно педали по контуру ввести можно еще куда-то вот разъем для подключения блок управления куда ее девать понятия не имею педали так хорошо выглядят может куда-то под педали и засунуть но это уже настолько вкусовщина что помните когда я обозревал по 1000 я даже не брал этот подпятник с подсветкой ну потому что он никак на опыт использования не влияет на красоту влияет на опыт использования не влияет на то как работают педали не влияет поэтому оставлю эту ленту скорее всего нетронутой потому что вот эти лишние заморочки в виде светодиодов не вижу смысла тратить на них время и последнее что я вам должен показать это сам подпятник потому что здесь он хитрый подпятник здесь вот так вот хитро выглядит то есть у нас есть цельная пластина то ли алюминиевая то ли стальная толщиной миллиметров 8 в которой сделано куча отверстий есть сквозные есть сквозные с резьбой те которые с резьбой туда вкручиваются болты для крепления самих педалей то есть удобный поверхностный монтаж педалей который мне очень понравился в педалях p2000 мне такое нравится удобно это все ставить вот этот подпятник он крепится отдельно на два вот таких вот причудливых кронштейна которые позволяют его регулировать угол его наклона положение ближе дальше к педалям интересное решение видно что сделано как бы с умом что это все регулируется и по-любому ноги будет удобно стоять мне кажется пришло время ставить это все дело на кокпит видео выходит при поддержке кокпитов в дес неважно начинающий вы sim racer или опытный виртуальный гонщик соревновательный игрок или просто любитель проводить свободное время за виртуальным автомобилем если вам потребуется прочный и гибкий в настройке кокпит за разумную цену стоит обратить внимание на кокпит и в дес кокпит и в дес выполнена из толстостенного стального профиля который обеспечивает высокую прочность и жесткость конструкции выдерживающий натиск даже самых мощных баз к тому же продуманная конструкция позволяет быстро собрать и легко отрегулировать кокпит даже если у вас нет опыта в продаже на данный момент три вида кокпитов версия спорт самое доступное идеальное решение для тех кто хочет начать свой путь в мире виртуальных гонок без больших затрат версия про продвинутые решения для сим-рейсеров которые ценят удобство и функциональность и версия ультра здесь собраны все необходимые компоненты для создания идеального игрового пространства в дес также предлагает дополнительные аксессуары которыми можно оснастить ваш кокпит аксессуары универсальные и подходят к любой из версий кокпита еще одна приятная особенность как питом в дес это цветовая палитра вы можете придать своему гоночному месту уникальный внешний вид выбрав до двух цветов по своему вкусу для покраски любых элементов и это входит в стоимость кокпита ознакомиться с кокпитами в дес и приобрести их вы можете по ссылке в описании там же вы найдете промо-код на скидку монтаж педали идет полным ходом я тут отметил себе примерные места где у меня были тормоз и газ caravan goes и сейчас примерно по этим меркам выставляю педали 7 лет пластины уже прикрутил сейчас вот буду примерять педаль газа моторчик тоже уже поставил демпер снял сейчас выставлю все это по меркам наклон тоже вниз передвинул посмотрим как будет стоять если наклона будет не хватать соответственно вот здесь вот на одну или на две подниму ну и соответственно все это у меня есть теперь нормально с этим креплением от simart удобнее работать с педалями у меня финишная прямая пришлось все таки всей платформы это все регулировать она у меня стояла на первом отверстии тут на втором тут как видите я поменял местами потому что такого наклона как на караванах чисто педалями здесь добиться не получается я сделал все платформы сейчас все затягиваю положение педали подобрана подпятник максимально близко к педалям что касается педалей мягкий газ у меня получился сильнее преднатяг не затянуть выше шток уже не поднимается хода тут прям очень много у газа я ограничитель поставил в среднее положение он был в максимальном я поставил в среднее но педаль как мне кажется для меня легкая и не идеально плавная как будто здесь шток надо немножко смазать силиконом или машинным каким-нибудь маслом чтобы поплавнее педаль ходила я думаю трет не здесь а вот именно вот здесь вот шток пластиковые вот эти вот проставки что касается люфтов люфтов нету ну я даже здесь немножко ослабился сила все равно нету втулки хорошие тормоз хорошо сидит я сделал вот такой набор из пружины двух синих жестких и одной мягкой черной проставки ход чуть больше чем я бы хотел но я привыкну усилий более менее норм посмотрим как это все в софте будет уже работать но пока более-менее нравится то есть это уже то с чем можно работать чему можно привыкать сцепу я сейчас просто подкину уже не буду заморачиваться и редко пользуюсь подкину просто максимально максимально в левое положение вот так вот ну и все будут они вот так работать выглядят прям хорошо конечно сначала ставится соответственно пластина под пятник вот эта штука снята потом ставится педали крепится потом в конце уже под пятник и вот здесь вот он вот этими четырьмя болтами протягивается чтобы вот он угол не менял вот это вот все ну смотрите все поставил так все выглядит с проводов тут конечно вермишель но провода длинные позволяют это все как-то вот сюда припарковать сюда питание пойдет сюда юсби вот так вот будет работать удобно конечно что вот эти вот крепежи вкручиваются сразу в плиту вот не надо с обратной стороны вот эти гайкой гайки подкладывать что-то там держать но без вот такой трещотки не подобраться потому что между педалями тут орудовать шестигранником просто просто нереально очень удобно вот такая трещотка выручает но осталось подключать и тестить что же педали у меня в использовании уже более двух недель и несмотря на то что стримал я редко гонял я очень много была очень плотная неделя лимана на gt3 мультикласс на спа очень много ездили педали показали себя очень хорошо особенно учитывая что это пред релизный образец гонках не подвели не отключались проблем с ними не было за это время я настроил их под себя откалибровал использовал так называемый колхоз некоторых моментах но это все дало результат давайте по порядку начнем будет видите ноги у меня стоят на подпятники а сверху каравановский коврик но не могу я больше нормально ездить на жестком подпятники в носках либо надо обувь одевать чего я делать не хочу потому что мне и так жарко в кокпете либо вот стелить что-то вот такое мягкое чтобы пятки у вас не болели во время езды благо каравановский коврик сам на липучках все что мне нужно было сделать чтобы его сюда прикрепить это прилепить ответную часть липучек самому подпятнику и коврик сюда заехал отлично удобное положение педали я подобрал быстро а вот усилия педали газа педали тормоза я подбирал несколько дней по педали газа все просто в комплекте у меня нет дополнительной пружины более жесткой которую можно поставить вместо вот этой мягкой на педали газа поэтому пришлось разбирать педаль газа запихивать туда несколько гаек чтобы поджать вот эту самую мягкую пружину чтобы педаль стала тяжелее информативнее и банально комфортнее было на ней ездить с педалью тормоза похожая история в комплекте с педалями шло два вида эластомеров черные более мягкие и синие более жесткие но этого мне не хватило чтобы сделать комфортную педаль что мне нужно от педали тормоза мне нужно комфортное усилие небольшое в начале но информативное чтобы можно было трейлить но также большого усилия под конец в начале мне нужен у педали небольшой ход а в конце у педали должен быть уверенный упор усилия на тормозе я использую от 65 до 75 килограмм в зависимости там от машин от различных условий в каком состоянии нога и так далее как часто езжу много факторов на это влияет поэтому в итоге я остановился на такой схеме два синие холостомера один черный и пружина но с этой пружины в педали получается очень большой ход она мягкая поэтому ее надо было поджать для этого можно было использовать преднатяг шайбу крутите и поджимаете всю вот эту нагрузочную линию но резьбы на штоке не хватает чтобы комфортно эту пружину поджать поэтому я использовал обычные металлические шайбы добавил несколько штук туда в нагрузочную линию правильно что поджал все это пред натягом и получил комфортные ходы и комфортные усилия что касается педали сцепления по ней я ничего не делал единственное я передвинул ограничителя в короткое положение но все равно как по мне ходу педали длинный я небольшой специалист по работе педалью сцепления но лично мне такой ход кажется очень большим для меня очень хорошее сцепление на педали караван голос очень короткий ход очень четкий можно и регулировать сцепление при старте с места и комфортно работать им во время кольцевой езды и в дрифте ну и как можете видеть педали газа и тормоза я снял демпферы потому что я хотел сделать эти педали максимально быстрыми и отзывчивыми со сцепления я эту штуку не снимал потому что сцеплением повторюсь пользуюсь редко я в большинстве случаев использую двойное сцепление на лепестках стоит сказать еще про накладки на этих педалях куда непосредственно вы давите своей ногой по педали газа как мне кажется у напольных педалей накладка на педали газа должна быть большая длинная и скользкая чтобы педаль во-первых скользила под вашей ногой очень хорошо что помогает контролировать газ во вторых длинная накладка нужно для того чтобы при использовании ручной коробки передач вы могли использовать технику пятка-носок не на всех машинах это нужно особенно в наше время когда популярны gt симуляторы но все равно многие любят в различных симуляторах покатать на такую технику специфичные машины есть в аэрэйсинге есть там дёрт ралли ричард бёрнс ралли в общем достаточно игр где можно это использовать и конечно же здесь при таком расположении педалей удобным для меня не хватает длинной накладки потому что пятки просто некуда попасть так что я бы очень хотел чтобы накладку на педаль газа поменяли сделали как на педали караван голос на педалях fanatec v3 на педалях p2000 на педалях p1000 в общем достаточно педалей которые имеют на педали газа длинную накладку что касается тормоза то здесь размер накладки меня устраивает меня не устраивает то как обработаны края острые довольно края в этой накладки если катать вот как я в носках это очень сильно сказывается на комфорте езды потому что накладка когда вы едете час-два иногда три впивается вам в ногу и начинает как бы натирать стопу начинается дискомфорт хочется как-то немножко размять ногу потому что блин становится неприятно потом больно в длинных гонках короче это такая нормальная проблема поэтому что касается накладки на педаль тормоза ее можно сделать чуть больше чуть шире и скруглить вот эти все рубленые грани либо одевать толстые шерстяные носки что я и делал гоняя на этих педалях по педали сцепления опять же у меня к накладке никаких вопросов нет когда я и пользовался пользовался очень редко никаких проблем с ней не было еще очень важный момент у педали это люфты появились ли они или нет спойлер нет люфтов никаких не появилось в отличие от той первой версии педали simjack которые у меня не так давно были на обзоре там перед установкой педали я поменял все втулки после этого поставил педали на кокпит они были без люфтов какое-то время покатался на педали газа люфтов не появилась на педали тормоза появились я бы сказал большие люфты что касается этих педалей никаких люфтов поперечных у этих педали нет все задемпфировано очень хорошие втулки на этих педалях стоят у меня к ним претензий нет не знаю что будет через год через два но то что не появилось никаких проблем спустя там три недели это хороший знак также немаловажный момент по конструкции этих педалей это очень тихие педали так как все ограничители хода на всех педалях задемпфированы вы нажимаете газ бросаете газ есть глухой звук но никаких лязганий нет то же самое на тормозе на сцеплении то есть педали очень тихие за это может только похвалить теперь обратимся к драйверу этих педалей sim connect manager он называется не надо его устанавливать просто запускаем файлик появляется вот такое окошко где мы можем настроить основные характеристики педали настроить моторчики настроить то как будут обра отображаться значение педали тормоза об этом чуть позже покажу настроить оформление самого драйвера обновить программное обеспечение и так далее что сказать по калибровке педалей когда вы их только поставите подключите надо будет их откалибровать то как работает калибровка я лучше буду показывать на светлой теме процесс калибровки типа далее первый шаг настроить гейн и оффсе то есть настроить датчики усиление и сдвиг надо сделать так чтобы начальное положение педалей всех педалей было в промежутке старт и конечное были было в промежутке энд для этого двигаем гейн и оффсет то есть двигаем оффсет это сдвиг с какого положения будет начинаться отсчет и двигаем гейн это усиление педали то есть на маленьком гейне вот такой диапазон на большом гейне диапазон за пределы уходит то есть надо подобрать нормальный диапазон соответственно я подобрал у меня в принципе вот только по педали газа немного не дорабатывают до значения энд потому что если я сдвиг уменьшаю мы не доезжаем если я гейн повышаю мы мы проваливаемся за диапазон немножко поэтому я выбрал вот такой вариант и в принципе это тоже рабочий вариант несмотря на то что у меня ползунок до значения энд не доходят они все равно работают по педали тормоза то же самое я не использовал здесь гейн поэтому у меня педаль останавливается где-то посередине шкалы опять же все работает поэтому два варианта использования загоняете конечное значение в энд либо оставляйте его в зеленой зоне я так понимаю просто нельзя заходить за зеленый промежуток нельзя чтобы у вас стрелочка была в красной зоне весь зеленый диапазон он рабочий после того как настроили нажимаем next step здесь там говорят не нажимайте на педали это . будет взята как 0 мы такие ok не нажимаем идем дальше здесь нажимаем как раз на педали нажимаем газ сильно не давим нажимаем тормоз давим сильно и сцепление я калибрую так чтобы вот я не знаю чуть-чуть педаль поражал отпустил то есть не на полный ход а буквально на пол педали все откалибровали ну и следующий шаг это финальный тест то есть мы посмотрим мы на шкалу input идет ли она у нас на педалях от 0 до 100 она идет кладете вы ногу нажимается педаль или нет у меня на в принципе не нажимается по тормозу тоже все хорошо когда надо пробиваю почти в сто процентов принципе нормально ну и сцепление тоже мне кажется я бы прибавил немножко мертвую зону на bottom вот да теперь нога лежит спокойно вот так мы и откалибруем top и bottom это мертвые зоны в конце диапазона топ и bottom это в начале диапазона если вы кладете ногу на педаль и вас тут начинается какой-то шевеление просто прибавьте bottom если в конце выдавить а у вас тут что-то прыгает прибавьте мертвые зоны в конце допустим вы нажимаете на педаль и чтобы держать сто процентов надо прям ее вдавливать не надо вот этого делать Сделайте так, чтобы 100% у вас находилось Вот вы дожали на 98-99 Сделайте так, чтобы уже была уверенная сотка Просто прибавьте пару кликов здесь И все, не надо будет много напрягать То есть вот такой принцип Финиш Все, мы откалибровали педали Дальше можете настраивать кривые Такие, 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 такие Какие хотите, если вам это надо Я использую линейные педали Здесь у нас появился ползунок смутинг Это я драйвер обновил Прошивку педали обновил Не так давно Тамерлан мне прислал новую прошивку Где вот этого не было Что такое смутинг? Вы нажимаете на педаль И вот здесь у вас что-то куда-то туда-сюда прыгает Сглаживание, грубо говоря Чтобы не прыгало, повысите сглаживание Если чувствуете, что педаль как-то заторможенно отрабатывает Понесьте сглаживание Я сглаживание не использую У меня все работает хорошо Все три педали работают хорошо Причем на контроллере есть заземление Которое я не подключал Оно мне не понадобилось С Alpha-U я рулю И педалям по одному месту То есть наводок с Alpha-U я не замечал на этих педалях Что будет с этими педалями Если вы купите их к Simucube Ultimate Шутка, вы их не купите к такой базе Я не знаю, какие базы наводки дают Не знаю, Моза дают наводки Трастмастер дают наводки А, Фанатек дают наводки Если у вас база Фанатек и вы купили себе вот эти педали SimNet Напишите, пожалуйста, в комментариях Как ведут себя значения педалей газа тормоза и сцепления Если у вас наводки будет полезно Мне кажется, по калибровке все ясно Переходим в раздел Haptics Это и есть наши моторы У меня два вида моторов Первый мотор Rumble HPMR Это Rumble Motor И PTT Tactical Transducer Если вкратце сказать, то моторы так себе Rumble Motor Он у меня установлен в режим Strong И амплитуда на 100% И при этом я едва что-то ощущаю Ну такая щекотка Вот я тестил моторы на педали P1000 Там прям вот этот моторчик У него был такой запас по частоте и амплитуде Что он прям херачил вам в ногу Гораздо больше усилия вам в ногу Могло прилетать от этого мотора Здесь же в режиме Strong На 100% амплитуде Ну щекотка Но это не серьезно Поэтому не сказал бы Что вот такая штука вообще кому-то нужна Rumble Motor Я бы не рекомендовал в том виде Который я его вижу сейчас Что касается мотора Tactical Transducer PTT Ну это мотор как на Fanatec Он вращающийся Здесь у нас другая ситуация Он либо супер громкий И вы что-то чувствуете на ноге Либо он тихо работает Но вы на ноге уже ничего не чувствуете Он похож на бормашинку Я специально микрофон повесил там над педалями Надеюсь он захватит Это прям бормашинка Особенно если педаль уперта В начальное или конечное положение Звук становится громче Потому что идет резонанс по карпиту Если частоту увеличить до максимума Вместе с амплитудой Ну это пипец Это смерть соседей Это в общем как будто у вас ремонтные работы Кто-то сверлит стену Но я хочу сказать В ногу отдает очень хорошо Ставим амплитуду 50 Частота 150 Невозможно Убавляем частоту Ставим 120 Все равно громко Убавляем частоту Ставим 100 Уже потише Характер изменился Но резонансы идут И звук громкий Уменьшаем амплитуду до 30 Еще лучше Уменьшаем амплитуду до 20 Здесь уже звук более-менее Уже можно его терпеть Но нога практически ничего не чувствует Можно попробовать от обратного Поставим частоту 30 Амплитуду 100 Кстати Насчет частоты 30 Здесь частота от 50 до 150 У рамбл мотора от 5 до 50 герц Но почему-то она здесь не выбирается Раньше в предыдущей версии драйвера выбиралось Не знаю с чем связано Попробуем частоту ниже амплитуду И выше Странный электрический звук Ощущений в ноге практически нет То есть Самые лучшие ощущения Это на 100% амплитуде На частоте в 150 герц Но при этом и вы застрелитесь И те кто с вами живет И соседи еще придут Вас застрелят Вдобавок Поэтому Я не понимаю Вот для кого Вот эти два мотора Первый мотор Он просто слабенький В данном исполнении драйвера Я думаю тут много от драйвера зависит Второй мотор просто по тактильному И шумовому диапазону Он просто не попадает в то Что комфортно для человека Я считаю И для окружающих Поэтому странное решение Есть еще мотор Самый крупный HPML Линейный мотор Haptic Pedal Linear Motor Вот тут есть вот на коробочке Которого у меня к сожалению нет Но судя по тому Как он выглядит Он должен работать Как мотор от педалей P1000 На педалях P1000 Моторы имели гибкую настройку Там хватало и частоты И амплитуды И я попадал в те значения Которые и по тактильному Восприятию комфортные И по уровню шума комфортные Здесь же Что-то чего-то пока не хватает Поэтому когда Эти педали поступят в продажу Я бы вам вот эти два мотора Брать не советовал Можно попробовать взять Один HPML мотор А-ля C-Magic P1000 Который оттуда И его попробовать На педали тормоза Что делает вкладка миск Я до конца не понимаю Здесь у нас настройки RGB ленты Здесь у нас шкала Педали тормоза в килограммах Но в чем странность У меня там выставлено Max Force 75 кг То есть я жму У меня вот Видите все в килограммах И в конце 75 Но я могу сделать вот так Я могу здесь написать 175 И тогда я жму уже 130 кг То есть вы можете так Прикалываться над своими друзьями В чем суть вот этих телодвижений Я до конца не понимаю Потому что по идее Калибровка в килограммы Как на педалях Caravan Go Должен делать сам софт Сам софт переводить вот это усилие В килограммы По некоему алгоритму Здесь этого нет Здесь какая-то вот придуманная шкала Поэтому лучше использовать все-таки проценты Как мне кажется Если убрать вот этот переключатель Все будет в процентах И что такое Analog Output Settings Я опять же не знаю Похоже то ли На работу подсветки Допустим вы нажимаете Педаль на 50% У вас где-то подсветка Светится на 50% Нажимаете больше Светится больше Этого в инструкции нет Идем дальше Здесь у нас Обновление прошивки Обновляется прошивка Через специальный файл Default Файл закидываете Вот у меня здесь есть Прошивка 1.0.5 Default И 1.0.8 Сейчас у меня 1.0.8 Вот она здесь указана Закидываете файлик Нажимаете апдейт Все обновляется На старой прошивке Педали надо было Каждый раз Выключать и включать Из USB Когда вы перезагружаете Или заново включаете комп С прошивкой 1.0.8 Это все исправили Да и в целом На прошивке 1.0.5 Тут половина менюшек В драйвере Были не дорисованы Не доделаны Здесь была огромная надпись Alpha version Там что-то там For development only Сейчас уже это все убрали Драйвер приобретает Законченный вид Дальше настройки Язык Тема Есть кстати Темная тема еще Запуск с виндой И запуск в трее Я опять же По привычке Использую педали Без запущенного драйвера Потому что зачем Лишнюю программу Держать в трее Поэтому Как бы В таком режиме Тестировал И все работает Что касается моторчиков Моторчики работают Только через Симхаб К педалям идет Инструкция по настройке Она у меня в PDF Вот так она выглядит И здесь есть подробное Описание настройки Работы педалей С помощью Симхаба Чтобы у вас Заработали моторы Там несколько шагов Через ардуино Добавляйте сначала Устройство Ардуино Выбирайте Порт Выбирайте Игру Выбирайте Каналы Которые надо Задействовать Потом Эффекты Которые надо Задействовать Вот АБС Акселерейтинг Какой-то Кастом эффект И так далее Слип эффект В общем Здесь силу Можно будет Настраивать Это для Тех Кто будет Заморачиваться Моторами Просто Меня моторы Не впечатлили И так как Этот софт Не совсем Еще В конечном Варианте Я решил Туда не погружаться Итак Господа Вердикт Педалям Симнет В том виде В котором Они мне достались Педали Очень хорошие По механике У меня к ним Нет претензий У меня есть претензии К комплекту Надо класть пружины Надо класть Больше эластомеров Дать возможность Более гибкой настройки Также надо Переделать накладки Сделать длинную Накладку На педаль газа И на накладках Педали газа И тормоза Сгладить углы Чтобы можно было Комфортно Катать босиком Третье Что я бы сделал Это отказался От вот этих двух моторов В пользу Мотора Линейного HPML Мотора Аналог мотору На педалях П1000 Я уверен Он будет работать Гораздо лучше Чем вот эти два В остальном Педали мне понравились Я на них Вернул себе 5000 Рейтинговая рейсинга Они позволяют Очень хорошо ездить Тест педали газа Эти педали проходят То есть Я на пятах Вайрейсинге Могу выключить Петлеметр Ехать И до десяток Контролировать скорость Получая преимущество Это хороший результат Не все педали Так могут Так что Господа Педали Сибнет Это улучшенная И более красивая версия Причесанная Педалей Симджек Ждем Когда они поступят В продажу Я надеюсь Что цена Не будет высокой И эти педали Будут относительно Доступными Но на этом Все Спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Вступайте в дискорд Мы продолжаем там сидеть Используем все блага Которые позволяют В него заходить И подписывайтесь на бусти Чтобы поддержать контент Всем до скорых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok